Приветствую вас. Я думаю, ключевая ошибка заключается в том, что вы пытаетесь вернуть себя на себя в ту, какой вы были. Но правда как правда заключается в том, что вы такая, какой вы были когда-то уже не станете. Потому что вы получили определенный опыт, такой вот опыт, да, может быть не самый приятный опыт, может быть не самый качественный опыт, да, в том смысле, что долго вы были с дочерью, жили с мамой и так далее. Вот, всё это естественно не могу на вас не отразиться, а самое главное не повлиять. Вот, поэтому я полагаю, что для начала стоит наверное отказаться от некой такой идеи о том, чтобы вернуть себя вот ту, какой вы были. Вот, отказаться нужно от этой идеи вам и вместо этого, вместо этого я рекомендовал бы вам ориентироваться всё же на то, что вам хочется сейчас. Вот, на то, чего вам хочется сейчас. На то, что нужно вам сейчас. Вот это куда более позитивная история, это куда более важный момент. Что касается изжигновения желания, то связано это с опытом, который вы получили в результате отыгрывания своей роли. Если говорить проще, то в течение долгого времени, может быть даже слишком долгого времени, мы были матерью и дочерью. Матерью выбили для своего ребёнка, дочерью выбили для своей мамы, которая на вас, ну конечно же, оказывала, я полагаю, какое-то влияние, что в целом вполне естественно. Соответственно, соответственно, ну нужно какое-то время, чтобы вы адаптировали. к новым реалиям в своей жизни. Вот. И, значит, что-то поменяли, что-то изменили в себе, в своё поведение. Так что, я бы на вашем месте не удивлялся, потому что желания нет и даже появился какой-то страх. страх именно того, что вам хочется, да? Вот. Я на самом деле не уделялся бы этому. Поэтому, я вместо этого предлагаю, предложил бы вам просто делать, просто действовать так, как вам, например, хочется действовать. Просто действовать так, ну вот, как у вас есть желание к этому. И, соответственно, всё. На этом, пожалуй. Пока что. Вот именно, пока что. То есть, я не думаю, что имеет смысл, да? А, вам сейчас предпринимать какие-то действия. Другие, более серьезные действия. Потому что, ну, не имеет, это никакого смысла. Адаптация ещё не прошла. Но если она затянется, если ваша адаптация затянется, если вы в течение долгого времени не сможете, к примеру, начать жить, ну, для себя, да, там, своей жизни и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если ситуация будет такой, то вот в таком случае, в таком случае, я думаю, что вполне вам нужно будет обращаться к психологу за помощью. Тут уже мы вам, в общем и целом, сможем помочь. Тут уже мы, в общем и целом, окажем вам, вам всю необходимую помощь, значит, по преодолению вот этого блока, который у вас, по-видимому, образовался. А, пожалуй, отдельного момента, отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает, знаете, история о том, почему вы развелись или расстались с одном ребенка своего. Ведь наверняка у этого были какие-то причины, какие-то основания. Вот. И мой вопрос к вам, он именно в этом заключается. Именно в этом, что это были за основания. Какие это были основания. Мне кажется, что момент этот достаточно важен, если мы хотим, опять же, вам помочь разобраться в том, что сейчас происходит. Вот. Понимаете, нельзя хотеть, чтобы появилось желание к чему-либо. Вот именно хотеть нельзя. Можно спросить себя, чего вы сейчас хотите. Вот. То есть вот на... Это нужно обратить внимание. Вот. не заставлять себя. Вот вы плачете, вам хочется убежать. А в чем опасность, что это вы видите? Может быть, опасность основная в том, что вы боитесь неудачи? Вы боитесь, что вас отвергнут. Может быть, может быть, еще какие-то есть? Ага. Ну, причины, основания, да? И так далее. Давайте подумаем, подумаем на эту тему. Ладно. А дальше, значит... В некоторой степени вы сейчас ведете себя как, как ребенок. А потому что... Ну, как бы, знаете, требуйте. 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 Что это требуйте? Верните. Верните мне мое желание. Верните мне мое желание, да? Вот. Игнорируя при этом, что человек развивается, что человек это динамичная система, динамичная, динамическая система. И... Если... Вам что-то произошло, значит, это для чего-то нужно. Значит, это для чего-то нужно вам. И тут не бороться нужно с историями, которые с вами происходят. Не бороться нужно. А исследовать, анализировать, вероятно, изучать себя. Стараться... Понять... Опять же... Себя. И вот. Тогда у вас, несомненно, будет... Какой-то позитив. Тогда у вас будет прогресс. Вот. Вот. Ну, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. Примерно так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Ага. Я надеюсь, надеюсь, что для вас это было полезно. Надеюсь, надеюсь, что это было для вас интересно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Поехали.